Познакомился с Эдуардом и вот начали мы как бы закрывать аппараты. Да, Эдуард создал ее сам, потому что я вот раз, до этого я не знал, как бы, я пришел туда, мне дали устворение, вот, она как бы есть здесь, вот, и вот начал я как бы тоже, там, несмотря на то, что у меня есть судимости 5 штук, ой, 7, вернее. Он знал об этом? Он знал об этом, и говорит, со временем, со временем мы все это снимем в судимости. Ну, я думаю, может, действительно, связи большие, знакомые. Не, фамилию он как бы правило не назвал, я просто знаю, что он с Москвой работал, и все поддержки у него с Москвой как бы шли, начальник. Когда начальник приехал сам сюда и пришел в отдел, он даже сам не знал, что Эдуард создал этот правопорядок. Он, как бы, числился там в молодой гвардии и, как бы, этим агентом. Он мне давал, как бы, как бы, авансом, скажем так, постоянно 5 тысяч, допустим, и очень, как бы, доходы, как бы, скажем, таких, когда, ну, там, допустим, знаю один аппарат, вот, откуда он имел деньги, как бы, грубо говоря, крышевалы. Каким образом это, сейчас мы объясним попроще. То, чтобы, допустим, он туда не ездил, у него такая манера, он, допустим, закрывает аппарат, допустим, да, он, может, второй раз зайти, третий раз. Потом уже сами хозяева уже стараются с ним договориться. Он, как правило, сам не договаривается, а договариваться, соответственно, там, допустим, мы. Как он нам говорит, идите, я там решил все. Там, тем более, мне там, да, что там, на ухо присел, на рассказал, то, что у тебя судимость, а я там, если что там, среди, допустим, сотрудников, я решу весь вопрос. Я говорю, ладно, хорошо. И как я ему сумму, допустим, называл по 100 тысяч. А вот в тех случаях, которые вы знаете, как происходила система оплаты? На карточку проходил. Он был слишком осторожен, всегда все делал на карточку. А на карточке, на чьи, именно? А чьи имя, я не знаю, но мы номер карточки уже, как бы, узнали. А, то есть он давал номер карточки? Нет, она и есть, это номер карточки. Как бы, вот сейчас он, брат, даст этот номер карточки. А там, на кого, я, как бы, не знал. Насколько я знаю, вы член организации право-порядок. Можете немножко рассказать? Ну, когда, до мая месяца этого года. А с какого периода? С октября прошлого года. И чем вы занимались с этой организацией? Был единичный случай, когда Гвард предложил сотрудничать с одним салоном. Что значит сотрудничать? Ну, то есть, чтобы они работали, скажем так. Чтобы их не трогали друг друга. А что для этого нужно было делать? Ну, просто не обращать внимания, то же самое работе. Хорошо, а в чем смысл, почему именно не трогать этот салон? Ну, как бы, за это Гвард в вознаграждении был. Он сам об этом говорил? Да? Он сам об этом говорил, да? Ну, как бы, да. Хорошо, в вознаграждении ему он с вами делился? Ну, он в единичном случае назвал это как зарплата. То есть, ну, мы же, когда-то все за идеи делали. То есть, нам ничего не оплачивалось, никакие труды наши. То есть, вот, когда он сказал, что это как зарплата. То есть, вот за один салон. Это салон где? В Казани? В Казани, да. Ну, вознаграждение. Ну, где-то порядка 50 тысяч за открытие и какой-то там процент с его ручки. Это я не знаю. А лично вам сколько? А? Лично вам, когда он говорил, что зарплата? Когда он говорил, что зарплата, он сумму не уточнял. А, то есть, вы не получили? Нет, я ее получил в дальнейшем. Но до этого сумму он не уточнял, в дальнейшем 20 тысяч дал. Ну, походу.